МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город. Знакомый с детства, привычный, буднишный, обыденный, которым, казалось бы, уже ничто не может удивить или заставить восхититься. Но стоит только изменить ракурс, и Харьков открывается с новой, неожиданной стороны. Посмотрите, отсюда с высоты не видны ямы и трещины, не слышен уличный шум, не ощущается городская суета. Здесь глаза видят совсем другое. Узкие сгибы реки, строгую правильность улиц, лаконичность архитектуры, щедрые краски осени и многочисленные купола, которые сверкают даже в пасмурный день. Этот красивый город – наш с вами Харьков. Этот город особенный. В этом городе у каждого из нас есть свои места, к которым он обращается, в которые его тянет, которые для него многое значат. Этот город – не абстракция. В этом городе для каждого есть дома, люди, которые создают душу этого города. И в этой душе есть моя частичка. Я люблю этот город, я без него ничто. Арсена Авакова представлять харьковчанам не надо. Он был на посту губернатора Харьковской области не столь долго – пять лет. Но эта пятилетка стала для нашего города и области особенной. Бывший инженер-системотехник Абаков решил применить системный подход к развитию каждой сферы, выбрав для себя стратегию быстрого успеха. Древние мудрецы отмечали, что самый долгий путь начинается с первого шага. Шаг за шагом к улучшению качества жизни. Именно этот лозунг выбрала в своей работе команда Арсена Авакова. Кадры были телесовой пятой прошлой власти всей каденции Ющенко. И вот здесь приятным исключением является назначение губернатором Харьковщины Арсена Борисовича Авакова. Это одна из немногих кадровых удач прошлой власти. Прежде всего нужно отметить, безусловно, компетентность, профессионализм, скорость принятия решений. Причем не скорость принятия решений саму по себе, а скорость принятия правильных решений. А это дорогого стоит. Особенному городу особые деяния. Нет, и обычных, важных, и нужных тоже хватало. Газ в село, тепло в школы, заработавшие заводы, медицинская помощь в глубинке и многое другое, без чего жизнедеятельность огромной области просто невозможна. Но были деяния уникальные. Одним из таких стала реконструкция Харьковской филармонии. И сегодня почти отреставрированное здание ждет прибытия главного героя, уникального органа, подобных которому нет на всей территории бывшего СНГ. Сейчас он проходит последние этапы подготовки в Германии и готовится удивить самого искушенного любителя классической музыки. Этот орган не просто музыкальный инструмент. У него особая миссия. Город услышит великолепную музыку, очистит душу и станет городу легче дышать, легче жить, легче решать насущные проблемы. Никогда не было такого, чтобы я ему рассказывал в какой-либо проблеме, чтобы он не отреагировал, чтобы он не попытался понять, в чем дело, вникнуть и попытаться помочь. Вот эта вот активная доброта, желание помочь другому, для меня это огромная ценность. И таких людей, к сожалению, не так много, особенно среди чиновников. Арсен Борисович и демокачество обладает в очень большой мере. И именно этим он мне, в общем-то, дорог. Буквально в первые дни его губернаторства к нему на прием пришло несколько человек с одной проблемой – невозможностью получить жизненно необходимую им процедуру – гемодиализ. Вновь быстрота решений и системный подход. И через некоторое время Центр нефрологии и урологии получает новейшее оборудование, отвечающее высшим европейским стандартам, способное спасти жизнь и здоровье тысячам харьковчан. Встал вопрос о том, чтобы наш Центр переоснастить и сюда внести, внедрить технологии современные. С этой идеей мы обратились к губернатору. Он проникся ею. После этого было закуплено оборудование. И сегодня мы можем сказать, что мы имеем такое же оборудование, как во многих клиниках Европы, и владеем этими методиками. Фирменный аваковский системный подход не давал осечек. Так было и с реконструкцией стадиона «Металист», причем задолго до того, как Харьков стал городом, готовящимся к Евро-2012. На заре моего губернаторства в 2005 году мы с моими заместителями собрались и приняли решение, что давайте мы потихонечку начнем восстанавливать стадион «Металист». И начали тогда этот вообще невероятно неподъемный процесс. А потом его подхватили и расширили революционеры-разночинцы, смеюсь, и Ярославский, и мы с удовольствием нож эту на него переложили и стали теперь помогать ему. Вот эта комбинация замечательно увенчалась успехом. И я думаю, что город приобрел очень много патриотизма в том, что футбол у нас вот возродился. Реконструкция «Металиста» стала еще и редким примером того, как различные политические силы объединяются для достижения единой, крайне важной для города цели, и добиваются ее. Умение находить общий язык с теми, кто мыслит по-другому, очень ценное и необходимое качество для руководителя. Одной из сложнейших задач Авакова-губернатора было обеспечить нормальную работу харьковских промышленных предприятий во время кризиса. Ведь Харьков – гигантский промышленный центр. Наши знаменитые заводы ХТЗ, ХЭМС, Турбоатом, Электротяжмаш всегда были славой и гордостью всей страны. И было бы настоящей трагедией простаивания таких гигантов. Там, где 43 гектара земли, работало всего лишь, ну, станков 10. Конечно, страшно. Конечно, страшно запустить такую машину. Но как-то все время были слова Арсена Борисовича, что надо сделать визитную карточку города Харьков. Вернуть этому предприятию славное имя «Электротяжмаш», вернуть его на мировые рынки. И чтобы этот завод стал европейским заводом, который находится в центре, как говорится, Европы, в городе Харькове. Стараниями губернатора заводы Турбоатом и Электротяжмаш получили крупные заказы в Армении и Таджикистане. Поездка Арсена Авакова в Таджикистан, встреча с руководством страны, подписание досрочных договоров о сотрудничестве обеспечили заводы заказами на 10 лет вперед. А еще Арсен Аваков – главный украинский фантазер. Нет, не в смысле прожектерства и витания в облаках. Здесь как раз все наоборот. Аваков – человек редкого здравомыслия. А в смысле его серьезного увлечения фантастикой и поддержкой этого жанра. Люди, которые умеют фантазировать, не знают преград своих свершений. Когда читаю, я вижу, что полет мысли, он стимулирует человека, и фантазия, она его ничем не ограничивает. Чем отличается старый человек от молодого? Тем, что молодой стремится к цели, не зная всей информации, а старый знает точно, что этого преодолеть нельзя. И поэтому старый никогда не берется за дело, а молодой, иногда не зная сложности, стремится и прошибает невозможное. Интересно, что думает по этому поводу самый читаемый писатель-фантаст Европы – Генри Лайон Олди. А точнее, два писателя. Кстати, наших с вами земляка-харьковчанина, скрывающихся под этим именем. Читающий политик, равно как читающий бизнесмен, в наше время это такое редкое существо, которое надо заносить в красную книгу. Вот как раз Арсен Борисович из читающих. А фантастика – это литература свободных людей. Литература людей, способных посмотреть на любую проблему под неожиданным углом. Я думаю, что это вообще хорошо для любого человека, не только для политика. Кроме того, в идеале хорошая фантастика, она вообще, ее одна из основных, не знаю, целей, задач, свойств – это разрушение стереотипов. Главный герой фантастических романов обычно активно борется со злом, упрямо идя к своей цели. В жизни все гораздо сложнее. Добро и зло не персонифицированы, а вопрос «кто кого?» часто остается риторическим. В борьбе за свои цели не растерять собственных принципов. Это уже не фантастика. Это жизнь. Сегодня, в сентябре 2010 года, меня огорчает, что в мой город вернулся страх. И многие люди в одночасье за несколько месяцев перестали быть раскрепощенными, свободными людьми, которые ничего не боятся. И очень быстро превратились в совковых джентльменов, которые обсуждать могут кое-что только на кухне. Этот страх вернулся в глаза академиков, ректоров, артистов и известных людей. И это у меня не понять. Вот это меня огорчает. А радует меня то, что все равно у нас подрастает молодежь, которая не помнит того времени конформистов и которая пойдет так далеко, как мы не сможем пойти сегодня. Сегодня ключевое для всех нас слово – выбор. И очень важно не плыть со всеми вместе по течению, а просто остановиться и подумать. И сделать собственный выбор. Потому что от простого человека тоже очень многое зависит. Потому что без инициативы каждого из нас никакая власть не будет защищать нас и наши позиции. Нас пытаются убедить, что выбор предопределен, что все решено за нас. Но мы, харьковчане, всегда отличались свободомыслием. И вряд ли сегодня захотим, чтобы нас 40 лет водили по пустыне. Мы знаем другой путь. Харьковчане – это особенные люди. Свободные здравомыслящие. Они понимают, что будущее города не за бутафорскими фасадами, не за крашенными лавочками. Я верю в незасоленность харьковчан. Я верю в то, что они смогут отличить настоящее от фальшивого. Я готов взять на себя ответственность за харьковчан. За этот город. За наш с вами город. Когда-то время, в которое мы с вами живем, тоже попадет в учебную историю. История Харькова сегодня создается и нашими руками. Посмотрите на наш город. Он снова другой, встряхнувши с себя дневную суету, горящий ночными фонарями и переливающийся разноцветными отблесками фонтана. Остановитесь, прислушайтесь к голосу города и попытайтесь понять, чего он ждет от вас. Помните, изменив привычный ракурс, можно увидеть все по-другому. Смена ракурса всегда дает альтернативу. Сегодня у нас есть шанс сделать город таким, каким мы его всегда хотели видеть. Развивающимся, красивым, чистым, свободным, мудрым. Харьковчане, услышьте. Город говорит нам, альтернатива есть.